С юбилейным дополнением к 30-летию банджи в игре обновился арсенал. И ты не поверишь, это реально новое оружие для Destiny 2 как минимум. Конечно, есть три пушки из первой части, но за неимением ничего другого рады и этому. Как я и говорил ранее, не вижу смысла делать отдельные ролики о каждой легендарке, так что решил сделать вот так. Ограничить рассказ о каждом оружии одной минутой и собрать всё в одном видео. Начнём с оружия из подземелья Тиски и Алчности. Дробовик Матодор 64. Шотган во второй слот с электрическим уроном на точной раме. На дробовике может выпасть два новых перка. Вечное движение, благодаря которому стабильность, удобство и скорость перезарядки будут повышаться во время движения. И перк идеальный треугольник, добивающий попадание с этим перком, бафнут урон. Пока действует усиление, убийство уроном того же типа с помощью гранат или способностей ближнего боя значительно усилят эффект и увеличат время его действия. Однако, если говорить о более проверенных перках, которые я мог бы советовать, то в ПВЕ это будет зауженный ствол, штурмовой магазин, золотой свинец и рубака, а для гарнила можно выбрать чок, высокоточные припасы, датчик пульса и первый выстрел. Револьвер Айс Луна в кинетический слот, но со стазисным типом урона. 140-й револьвер на адаптивной раме. По умолчанию ёмкость барабана 11 патронов, а отдача практически полностью вертикальная, что станет приятным сюрпризом для всех игроков на геймпадах. Для ПВЕ ролла этого револьвера я выбрал перки твердая рука, ну или быстрота, смотря какой прицел упадет раньше, расширенный магазин, быстрый удар и диверсант, надгробие или киллерский магазин в последней колонке. Да, в ней очень много хорошего, так что мне было сложно определиться, когда я фармил себе эту пушку. Но, конечно же, в первую очередь Айс Луна интересно нам как ПВП оружие во втором поколении. Для ролла на ПВП я выбрал рикошетные патроны, дальномер и быстрый прицел в последнем столбце. Абсолют ищем на стабильность или на дальность. Ставь лайк, если скучал по этой старушке. Ну а я скучал по этой. Снайперская винтовка «Взгляд на 1000 ярдов». Адаптивная рама, 90 выстрелов в минуту и пустотный урон. Прицел на короткую дистанцию. Понимаем, что эта штучка интересна нам исключительно для убийства других игроков. Так что вот перки на мою любимую снайпу в истории Дестани. Стреловидный тормоз, высокоточные припасы, быстрое извлечение и быстрый прицел. Положая руку на сердце, могу сказать, достаточно последние два выбить и уже можете быть счастливы. Кстати, если кто-то скучает по снайперке любимой из паноптикума, то 1000 ярдов будет вам как родная. Последним оружием в подземелье стал меч Герой Веков. Электрический урон на этом мече, однако заряженная атака напоминает атаку пустотного меча Лезвия Гильотины. Такой же круговой оборот вокруг себя. На мечах долго останавливаться не приходится, так что быстро. Зазубренная кромка, мастерская гарда, неутомимый клинок и цепная реакция. Не выдающийся меч, но хоть что-то посоветовать же на него нужно было. Переходим к оружию, которое можно достать из цепких лап Зура за прокачку репутации и в новой активности. Однозарядный гранатомет на облегченной раме в первый слот, простите за прах. Тут тебя должны интересовать перки быстрый пуск, ослепляющие гранаты, кабура с автоподзарядом и диверсант. Любой грейник со ослепляющими гранатами имеет высокие риски стать твоим любимым. Так что я очень рекомендую попытаться его выбить, особенно если у тебя нет ему замены в виде кода зажигания из сезона сплайсера. Для ПВЕ очень полезный инструмент. Поверь, привыкнешь к слепым пассивным врагам, потом не оторвать будет от тебя эту пушку. Жаль, что слайдшота здесь все же нет. Дробовик Житель Пустоши. Стильный шотик в первый слот на облегченной раме. Быстрый, с крутой анимацией, напоминающей экзотный дробовик компаньон. Из интересных перков могу назвать зауженный ствол, чок, штурмовой магазин или высокоточные припасы. А в последних колонках есть стрельба в скольжении, двойной удар и первый выстрел. Само собой, абсолют ловим на дальность. Шотик нельзя назвать супер полезным в эндгейм контенте, но уж больно приятно с ним играть. Так что я не удивлюсь, если среди новичков он все же получит свою популярность. Импульсная винтовка Бэйвик Бэксар 55. Та самая винтовка, которую перенесли в Destiny 2 из серии Хейла. Надо признать, винтовка с легкостью могла бы стать экзотической, поскольку работает на особой новой раме. Классический корпус PR55. Она значительно повышает точность и стабильность, а также скорость прицеливания при стрельбе от бедра. Но и это не все. На винтовке может выпасть перк боеприпасы грубое исполнение, который после того, как вы ударите врага в рукопашной атакой, повысит удобство и урон винтовки. В PvP зачастую это поможет убить врагов за пару берстов. Кроме этого перка, тут нас могут заинтересовать. Стреловидный тормоз, рикошетные патроны, диверсант или изгой, быстрый прицел или вечное движение, киллерский магазин или дальномер. Лучший путь. Первая легендарная лучевая винтовка в игре, также вдохновленная играми Хейла. Солнечный урон и адаптивная рама. Кроме того, что она легендарная, среди своего типа оружия ничем она не примечательна. И я не особо вижу истории, в которых мы бы захотели ее использовать. Но несмотря на это, из интересных перков назову зауженный ствол, проекционный залп, жизнеобеспечение, диверсант или безумие в последний слот. Но на баунти сойдет. Ну и завершают список оружия мечи, полуправда и вторая половина. И нет, я не знаю как их объединить. Если супер коротко, то на них главное перк резвый клинок выбить, чтобы скейтить и делать ультра быстрые выпады. У многих есть ощущение, будто это даже могут понервовать, но пока можно фаниться, фанимся. Вторая половина, это тот меч, что пустотный падает сильно реже. И не просто так, ведь посмотрите на его набор перков. В последней колонке вообще все как на подбор. Даже что-то одно выбрать мне лично сложно. На этом экспресс обзор пополнения арсенала окончен. Спасибо за просмотр. Спасибо вот этим ребятам отдельное. Ну и до связи.